Привет, интернет! Это Выживатор и я продолжаю выживать в игре Insomnia The Ark. Мы пришли на площадь Славы и здесь много всего, кроме лавки Гастира, здесь элеватор, кинотеатр, касса, туалет, клуб Жидкое Небо и так далее. Здесь много всего и я не хочу сейчас заниматься исследованием всех этих локаций, потому что у меня есть задача четкая от руководства. Но я прежде чем отсюда уйду, я хочу добраться до рынка и попробовать там поторговать. Может быть там что-то интересное удастся найти. Все-таки рынок есть рынок, раз уж я сюда пришел, то думаю стоит обратить внимание на то, что здесь продают. Тут довольно-таки болезненные ребята, тут какой-то проповедник геттером проповедуют. Базар. Так, с кем можно поторговать? Постоянно сохраняется, кстати, игра почему-то. Наверное здесь сейчас что-то будет. Так. Вот, кузнец Кир, надо с ним поговорить. Рад тебя видеть в своей кузне, солдат. Я Кир, тебя интересует холодное оружие? Как продвигается работа? Все идет своим чередом, хотя положа руку на сердце, все могло быть и лучше. Что случилось? Пожалуй, что так. Дело в том, что... Дело вот в чем. Раньше эти места принадлежали сына Мороха. Они позволяли нам вести торговлю и брали с нас небольшой процент. Но Морохи были вынуждены уйти из этой зоны, когда началось противостояние с домом Беакера. Мы и не думали, что здесь может стать настолько неспокойно. Недавно на рынок заявились трое мордоворотов. Один из них, Спайклер, сообщил, что он представляет крупную группировку. Он предложил торговцам защиту и потребовал грабительский процент. Выглядел он не слишком впечатляюще. Думаю, он просто врал. Все бы ничего. Но все вокруг безропотно согласились платить. Я сразу сказал тому Спайклеру, чтобы он проваливал. Кажется, теперь мне придется держаться на стороже. Кто знает, что у этого подонка на уме. Я могу помочь тебе разобраться со Спайклером. Решил сделать доброе дело? Что ж, если ты поможешь от него избавиться, я тебя как следует отблагодарю. Где мне его искать? Кузнец машет рукой в сторону прохода в стене. Его шайка ошивается в технических тоннелях. Если пойдешь по этому коридору, наверняка на них наткнешься. Так, ну давай покажи мне свой товар, приятель. Палаш. Я сразу буду кидать их вот так. 2800. Не так уж и дорого, при этом довольно хорошее оружие. Серб. Маленький, компактный. Очень дешевый и очень плохой. Понятно. Топор Кира. 2800. Хорошая атака. Но, судя по всему, он двуручный. Тут есть еще Сикач. Да, надо сравнить. У меня-то там что... Всего 700. Хорошая... Ну, такая хорошая атака для подобной цены, по крайней мере. Слабый топор мусорщика. Ну, и стоит недорого. Ну, зато одноручная. Так что, может быть, можно использовать вместе со щитом. Ну, пока мне ничего здесь не нужно. Поэтому я ухожу. Я пока не буду, наверное... Так, что это такое? Старьевщик Кампа. Надо с ним тоже поговорить. Эй, солдат, у меня полно интересных вещей. Не хочешь взглянуть? Кто ты? Я Кампа. Кампа, барахольщик. Ты явно редко тут бываешь, раз не знаешь меня. В моей лавке ты найдешь все, что угодно. Пепельницы, вазы прошлых веков, образцы народного промысла, древние аппараты. Кстати, насчет аппаратов. Ты случайно не разбираешься в электронике? Хм, скажем так. У меня есть кое-какой опыт. Отлично, видишь этот компьютер? Это очень редкая древняя машина, и она требует основательного ремонта. Как только за него... Кто только за него не брался. Даже гостир, в конце концов, признал поражение. Ладно, я взгляну на него, если будет время. Так, а где ты берешь все эти вещи? Ты не представляешь, какие сокровища можно найти среди мусора. Нужно просто уметь видеть все под особым углом. А вообще, мне помогают археологи. Шайка безобидных бродяг-старателей. Я даю им еду, когда они приносят что-то ценное. Барахольщик достает из-за пазухи замысловато украшенную медную трубку. Вот одна из моих любимых вещей. Офицерский мундштук для курения под дождем. Вряд ли тебе доведется попасть под дождь в ближайшую сотню лет. Да, ты прав. Но когда станция достигнет точки эвакуации, мой правый внук сможет достать ее из-за пазухи и применить по назначению. Так. Что-то очень громкая музыка у нас в последнее время. Хотя, смотри, я же все понизил. На максимум почти. Но все равно очень громко. Давай попробуем, посмотрим, что у него тут есть. Набор тангмастера. Это инструмент, скорее всего. Там у меня сейчас другой предмет лежит. Почем он продает вот эту штуку? Тоже 1800. Зачем нужен сварочный аппарат, я не знаю. Стоит он недорого. Для электродов. Непонятно. Непонятно. Так. Самодельные гильзы. Почем? 384. Ну, как будто бы немного дороговато. Я дешевле покупал. Так. Не буду пока покупать. Уходим отсюда. И я, знаешь, я не буду сейчас искать этих... 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 Рекетиров. Потому что я посмотрел все, что мне нужно. И... К рекетирам я пойду потом. Уже после блокпоста. А я покину локацию и отправлюсь туда, где меня уже давным-давно ждут. Пирамида. Наиболее профессиональный наемный отряд в ближнем радиусе. Бойцы пирамиды имеют отличную подготовку и высококлассное снаряжение. Власти УРБа нередко пользуются услугами организации в ситуациях, в которых участие регулярной армии нежелательно. Вот. Ну что ж. Так. Не здесь терлятника мне вроде бы ничего не нужно. Я дойду снова до резервации. Пообщаюсь с возникам. Может быть куплю гильзы и сделаю их. И пойду вот сюда. Технические тоннели. В конце тоннеля вальяжно прохаживаются несколько вооруженных геттеров. Очевидно, что эти люди не слишком чтут закон. Они легко убьют безоружного путника даже ради нескольких талонов. Ну вот. И моя первая встреча с бандитами. Не имеющие регистрации геттеры вынуждены жить на территории зон с неопределенным статусом. В таких зонах нет военных блокпостов и безопасность смертных жителей. Зависит только от них самих. Впрочем, УРБ отправляет в подобные зоны гуманитарную помощь. Это позволяет в некоторой степени стабилизировать ситуацию. Так, первое, что я сделал, я сохранюсь. Потому что фиг знает, кто там, что там за ребятки. Так, оружие заряжено. У меня есть... Так. Ну а это мародеры. Это мародеры. Я вижу и, да... Что мне нужно сделать? Этот вот парень... Блин. Нет, у меня тут для манёбра даже нет места, блин. Так. Как бы их так... Может быть я попробую... Знаешь, как что я сделаю? А я возьму щит. У, кстати, а почему щит? Почему я щит? О! Почему-то я не могу. Ну-ка, ну-ка. Нормально, могу. Так, окей. Сейчас подкрадываемся и валим этого козла. Давай. Вот так, отлично. Осмотрим. Нифига нету. Так, теперь... Как бы их взорвать-то? Так, смогу я вот так взорвать? О, отлично. Во, во-во-во, красота, красота. А, вот так. Лежать всем, скоты. Угу. Ну что ж, прикольно. По крайней мере, прикольно, когда на твоих условиях всё это начинается. Ух ты, нифига себе, блин. Мина. Обалдеть. Ну ладно, я должен был хоть как-то пострадать всё-таки, да? Тут у нас старая сумка. Непонятно зачем, но я её разобрать, наверное, могу. Так, что у меня с моим оборудованием? Да, в общем-то, всё целенькое, несмотря даже на взрыв. Так что всё пока довольно неплохо складывается. Но надо ходить аккуратно. Здесь, похоже, всё заминировано нафиг. Так. Тут никого нету. Глобальная карта, понятно. Ну что ж, прикольно, что здесь есть такая штука, как встречи. Этим эта игра ещё больше похожа на Fallout и подобные игры. Я возле аптеки стартану, потому что мне обязательно нужно теперь подлечиться. Как я понимаю, этот робот лечит бесплатно, наверное. Но прежде чем это сделать, я проверю, сколько у меня наличности. Дивизия Дархала дислоцируется в Урбе и ответственна за охрану периметра. Родо. Родо. Что за Родо? Эй, друг, папироса не найдётся? Не курю. Вот дерьмо. Ты только не подумай, что я постоянно спрашиваю. Мне это... Слышишь, баба моя не разрешает. Вроде как заботится. Я думал того, пока её нет. А от машины отойти не могу. Боишься, что угонят? У неё же даже колёсные. Не угонят, а утащат. И того заселятся. У нас ведь как? Машина есть сразу и люди по-другому относятся. Да ты, я смотрю, заядный автомобилист. Покатаешь? Человек безлобно скалится. На винтарезе своём могу покатать. Слушай, а ты не видел бабу такую долговязую, белобрысую, с волосами короткими? Она не рядом сейчас? Я мог видеть её около бара. Где же ещё быть? А когда-нибудь порежу эту, сука, пьяная мразь, напьётся и давай орать. Ладно, не бери в голову. Да, они друг друга стоят, конечно. А это та подруга, которая собиралась его отравить, по-моему. Я вот хочу на доктора спросить. Мне нужна медицинская помощь. Стандартная цена за базовую процедуру 100 талонов. Хорошо. Я передумал. Так. Я сейчас посмотрю, сколько стоит. Сколько у меня сейчас денег есть? У меня 4 800. Даже если он заберёт у меня деньги, я думаю, что это того стоит. Давай попробуем. Так, он меня подлечил. 4 800. То есть, он меня бесплатно вылечил. Вообще отлично. Почему-то доктор просит денег, а этот нет. Странно. Так, что у нас тут интересного? Какой-то терминал там стоит, смотри. Требуется ключ от каюты. Ну, не очень-то и надо. Зайдём сюда по пути. Автоматы. Почему-то у него интересно. У него, видишь, тысяча. Старый дробовик у него. Сколько стоит? Тысяча. Ну, я думаю, он лучше семёрки, конечно. Во всяком случае. Ух ты. Там, смотри, какое собрание. Что это? Раньше не пускали туда. Прикольно. Чё это они все? Там же какая-то зона. А! Они пришли на свою смену, похоже. Так, тут парень ещё там. Поговорим с возником. Я здесь вместе со своими штучками. Так, покажи, есть... Давай по поводу работёнки. Пожалуй, для тебя кое-что есть. Я тут недавно копался в архиве и выникал, что при эвакуации на станцию была доставлена партия телевизоров Sapphire V. Как они пережили войну? Не знаю, но это настоящие экспонаты. Если бы тебе удалось раздобыть хотя бы один... В общем, теперь ты знаешь, как сделать меня счастливым. Я слышал, что такие телевизоры иногда встречаются у бродячих торговцев. Ещё я слыхал, что их часто находили в районе B27. Там раньше был большой склад техники. Не удивлюсь, если Sapphire валяется без дела у кого-нибудь из местных. Правда, там довольно опасно. Ладно, я попробую найти телевизор. Изумительно. Тогда не теряй времени. У меня большие планы на это чудо довоенных технологий. Я его видел, кстати, у одного торговца. Я только не понимаю, почему я выполнил для него квест, а эффекта никакого не вижу и не слышу. Даже спасибо не говорит. Так. Не буду это покупать пока. Ремонтный набор. Увеличивает ремонт. Сколько стоит? 1400. Я думаю, он того стоит, конечно. Учитывая цены на оборудование. Так. Вот это у нас ремонт. Но набор тангмастера, конечно, круче. Продавать нечего пока. Пойдем пообщаемся. Возможно, даже у этого парня я видел его. Да, вот смотри. Сапфир 5. 557 монет. Так. Как будто бы у него даже лут не поменялся. Ну, не лут, вернее. А вот это его оборудование. Ну, что тянуть-то, в принципе, да? Давайте сохранюсь. Посмотрим, что он мне за это даст. Попробую купить этот сапфир. Обмен. Да. Странно, что мы не договорились о цене, на самом деле. Здравствуй. Нужны какие-нибудь штучки? Насчет того телевизора. Ну, что, поиски увенчались успехом? Вот тот самый телевизор. Без какой-либо наводки будет так. Вот тот самый телевизор. Невероятно. Этому аппарату больше 400 лет. Какая сборка. Какое покрытие. Никто даже не догадывается, на что способны эти приборы. Друг мой. Не думаю, что это скромное вознаграждение сможет выразить всю мою признательность. 1500. Вот я таким образом в три раза увеличил сумму затраченную. То есть, получил тысячу монет. И еще получил ремонтный набор. Великолепно. Как он работает, этот ремонтный набор? Я думаю, что да, его надо вот добавлять вот сюда. Вот эта простреленная книга, она повышает мне мои боевые качества. Хо, а сапфир-то остался, прикинь. Че за бред? Глюк какой-то. Я и сапфир оставил, и деньги получил. Вот они. И ремонтный набор получил. Ну, вообще. Так. Подойдет для ремонта простых механизмов. Давай-ка. Оружинные детали. Железные пластины. На патроны у меня не хватает гильз. Не хочешь у меня еще раз сапфир купить, приятель? Мой глючный приятель. 206. Прикольно. Так. Ну, а что мне с ним делать? Ну-ка. Давай-ка посмотрим. 206. Так, да. А ты мне сделку? Да. Выходим. Починить. Так. Подожди. Может быть, он хочет, чтобы я его сам починял? У тебя нет еще работерки? Еще как есть. Гассир был настолько впечатлен моей модификацией, что готов уступить мне одного из своих ремонтных ботов. Цену он, конечно, загнутую еще, но упускать такую возможность нельзя. У нас в округе днем с огнем не сыщешь таких аппаратов, как в стальной крысе. Дельце не слишком сложно. Забрать в гостира бота и вернуться сюда. В целости, сохранности и без хвоста и щек. Зато и плачу. Поможешь с наградой, как гассир, не пожадничаю. Ладно, я возьмусь за это. Отлично. Советую не тянуть, как бы гассир не загнал бота. Кому-то другому с него станется. Наверное, зря я его спросил о работе, честно говоря. Так, починить, да? Починить. Он почему-то сломанный. Починить. Так вот, если я начну его сочинить, он использует какие-то ресурсы или нет? Неинтересно. Я не хочу его сочинить, а его лучше продам. Да, он использует технику. А кроме того, чтобы починить, я ничего делать не могу. Я могу возникну снова продать его, этот телевизор. Так. Вроде бы все. Возьми уже свой телевизор. Пожалуйста. Глюков здесь в игре, конечно, хватает всяких. Странных. Так, давай-ка поговорим. Может быть, ты мне скидочку сделаешь на патроны. Так. 392. Ну, а что их солить-то, что ли, с другой стороны, да? Компьютеры. Вот это очень хорошая штука. Я ее хочу. Так. Непонятно. Вообще, выглядит как мусор. Вот здесь же какие-то параметры есть, а здесь нет. Так. Набор танк-мастера. Планшет. Две сто. Ну, я думаю, наверное, оно того стоит. Я надеялся, что Возник мне скидку какую-нибудь сделает. Но нет. Так. Теперь посмотрим. И теперь я могу сделать много патронов. Ну, все. Я собирался, вообще-то, отправиться по заданию. Но Возник говорит, что лучше не затягивать. Поэтому придется, видимо, опять к гостеру. Потом к Вознику. И уже только потом идти по... На этот блокпост. А что делать, раз солдата взяли, а... Солдата взяли, а оснащение ему нормально не выглядело. Приходится крутиться, как можешь. Так. Обойти тиран существует. Осуществует миграционный контроль. Так. Первым делом достаем оружие. Мало ли здесь что. И надо еще посмотреть. Возможно, здесь могут быть мины. Так. Контейнер. Мошенник. Кстати, а у меня вообще как у нас там дела с характеристиками-то? Нет очков умений. Вскрыть не смогу. Жаль. Требуется механика. Ну, вообще зашибись, блин. Мошенник. Мошенник опять. Без мошенника нынче никуда. Вообще. Ремонтный бот разобрать. Берем. Так. Давай посмотрим. Может, у меня есть какие-нибудь отмычки. Так. Карта универсального доступа. Можете взломать терминал или компьютер. Даже если у вас нет знаний. Хорошо. А отмычки? А отмычек у меня нет. Так. Ну и как это использовать? Так. Это выход. А тут у нас что? Тоже выход? Тоже выход. Ну-ка. Как это используется? Так. Или так. Погоди-ка. А куда? А, вот он. Ага. Блин. А, механика требуется. Ну, не знаю. А. Непонятно. Короче, находка хорошая. Но без механики и мошенника тут делать нечего. К сожалению. Надо иметь в виду этот момент. Надо прокачивать. Потому что я мог бы много лута сейчас получить. А в данном случае... Я эту локацию потерял. И больше я сюда не вернусь. Даже если прокачаюсь. Это плохо. Мне очень нравится, конечно, лут с мародеров. Просто несерьезно. Люди вроде как все вооруженные. А собираю я с них пули какие-то сплошные. Так, давай поговорим. Я за ботом для возника. А вы с этим простофири хорошо спелись, как я вижу. Знаешь, платит он побольше, что его. Вот потому он и простофили. Ха. Ладно. Вот та самая птичка для возника. Бот, парящий рядом с гостером, издает несколько громких щелчков. Как и любой стандартный бот модели JHNU5. Управляется он проще простого. Обращаешься к нему по имени и даешь команду. А он слушается. С ним обожаю. Интеллект ему я не прошивал. Поэтому все, что пока умеет, следовать за тобой и ждать на месте. Я долго выбирал ему имя. Думал назвать в честь какого-нибудь генерала последней войны. Либо Галар с кроном. Либо как там его, усатый такой, без пальца еще. Лоб гассира покрывается морщинами. Так, как ты его назвал? А, просто молчуном. Так что тебе все понятно? Вроде бы ничего сложного. Тогда не трать время впустую и давай ему команду. Эм, молчун. Следуй за мной. Вот и зовет увесистый щелчок. И приближается к вам. Вот видишь? Все работает как надо. А теперь давай двигай назад к любителю штучек. Хорошо. Так, откуда тут можно уйти-то? Кстати, там какая-то женщина интересная стоит. Или мужчина. Это что это за лицо оно такое? Сквозь прорези в жуткой маске старика. Виднеются детские глаза. Настолько же ясные, насколько и наглые. Че смотришь, а? Интересно у тебя маска, малыш. Я отобрал ее у археологов. Они часто откапывают такие штуки. А тебе-то что за дело? Давай меняться ты мне маску, а я тебе что-нибудь менее крутое. Не менее крутое. Даже не думай. Это символ власти моей банды. Соображаешь? Когда-нибудь я стану главным на ржавой арене. Неужели твоей банде ничего не нужно? Мальчик смотрит на вас очень внимательно. Если подумать, мне нужен ствол. Принеси мне армейский баркер. Тогда я дам тебе маску. Ты понимаешь, с кем говоришь? Так, где твои родители? Нет, у меня родители. Моя семья, это моя банда. Я тебе не какой-то сопляк, понятно? Меня зовут Штырь. И я из банды гвоздей. Ты, я смотрю, не веришь? Ну что ты? Конечно, я тебе верю. Не шути со мной, пробирщик. Мы еще наведем здесь свои порядки. Не сомневайся. Нас все боятся будут. Надо только разделаться с археологами. А каких археологов, ты говоришь, толкуешь? Видел кучу мусора неподалеку. Там археологи живут. Старики бездомные. Мы хоть самоуважение имеем, а они свое дерьможрут и... Нас опустившимся называют. Ничего, скоро тот угол тоже станет нашим. А потом и жидкое небо. И кинотеатр. Слушай, у тебя папиросы не найдется? Не сегодня, парень. Так, ну мне нужно просто куда-то... уйти. Надо поискать. Где здесь выход? Может быть там. Вот, видимо, археологи. Мелон. Эй, солдат, не подумай, чего плохого. Тебе вещи не нужны? У меня много всякого редкого добра. Незаром мы археологами зайдемся. Шерсть под носом. Шерсть под носом. Я читал улитку на склоне стругацких. И там один мужичок все время говорил шерсть носу, шерсть носу. Может быть это отсылка? Ну что ж, давай посмотрим. Археологи? Что ты имеешь в виду? Это мы с мужиками окрестными так кличем друг друга. Шерсть под носом. Мы же того. Копаемся, перебираем. Знаем, куда, да что. Тут залезаем, куда только мальчишки и лазают. Шерсть под носом. Да, это точно отсылка к тому парню. Почитайте, если не читали. Замечательная книга. Особенно, что касается частей в лесу. Мальчишки. Они нам жизнь знатно портят. Что и говорить. Перестрелять бы их. Да и дело с концом. Да великий проводник не велит. Ты, может, мог бы молочню того припугнуть. Уж мы-то в долгу не остались бы. Шерсть под носом. Я думаю, где искать... Я подумаю, где искать мальчишек. Иди к лавке гостейра. Они собираются за ней. Увидишь сосенков с красивыми глазами. Считай, нашел. Давай посмотрим, что у тебя есть. Ух ты, какие-то странные штуки. Кремное сырье. Для чего она используется для нескольких областей? Выжимка. Добавляют в крик. Делают бумагу, веревки, лекарства. Яйцо хелицета. Крупного членистоногого, населяющего ближний радиус и свалку. Оболочка крайне неприятна на ощупь. Но содержимое яйца может превратиться в неплохой походный обед. Вау, панцирь. Крупный арахнит, обитающий за пределами ближнего радиуса. Он высоко почитается гетерами и мусорщиками. И символизирует мужество и стойкость изделия. Из панциря хелицета используются в ритуальных целях. У него делают обереги, а в редких случаях употребляют пищу. Я еще где-то видел в концептах, что здесь будет какая-то органическая броня. Янтарный гриб, очки жизни, голод. Какой-то плод, но очень токсичный. Глиняный отшельник. Янтарная вода. Увеличивает разброс, до того увеличивает урон. Ну, в общем-то, мне здесь ничего не нужно. Так, а сколько бы ты мне продал эту штуку? Тоже, настолько же. Так, ладно. Кажется, мне пора. Так, отсюда я смогу уйти, нет? Вау. Тут еще один мужичок. Бродяга с осунувшимся лицом смотрит в одну точку. Его рассеченные губы медленно шевелятся. Эй, ты в порядке? Человек резко поднимает голову. Его глаза полны ужаса. Тихо! Они могут услышать. Они. Они и так все слышат. Но лучше не привлекать их внимание понапрасну. От кого ты скрываешься? Время волочится. Ползет, будто скрипя. Каждая минута. Как насечка на тюремной стене. И эта стена уходит вниз спиральным кольцом. Для них не существует времени. Они знают все наперед. Я еще здесь. Но они чувствуют. Я почти среди них. Если бы только время могло идти в обратную сторону. Кто ты? От кого ты скрываешься? Время волочится. Ползет, будто скрипя. Каждая минута. Как засечка. Для них не существует времени. Кто ты? Человек лишь покачивает головой. Блин. Так. Похоже, я не туда пришел. Ну-ка, а если сюда пойти? Все, здесь тоже не открывается. Ну ладно, уходим. Там я вряд ли смогу пройти. Так он прибежит. Я надеюсь, что еще не слишком поздно. Я уже устал быть мальчиком на побегушках для этих торгашей. Хотя платят хорошо. На рацию поступает сообщение от ближайшего военного патруля. Вам приказывают остановиться для проверки. Вы решаете не испытывать судьбу и подчиниться требованиям. Любопытно, что это такое? Поскольку ресурсы УРВА были почти истощены из-за провала продовольственной программы. В 34-м году генерал Азар вводит ограничение рождаемости. Вскоре вступает в силу полный запрет на деторождение. Теперь новые граждане УРВА появляются наследствами в инкубаторе. Зачем их вообще в инкубаторе выращивать, если питание ограничено? Так, где мой андроид-то? Дрон, вернее. Непонятно. Так, ну-ка. Ну, они как бы не агрессивные, вроде как. Что тут у нас интересного? Какой-то тунгдумер. Тугодумер. Вау, классно. Тугодумер. Обалдеть. Что это значит? Тугодумер, короче, здесь, похоже, умер, да? Или это дверь, так называемая? Ну, ладно, повезло найти противогаз. Я как раз покупать собирался. Я сохранюсь. Снова мало ли что. А здесь что, кстати? Закрыто. Шли мы такие, шли. Опа. Сержант обращается к вам с дежурным приветствием, между делом оглядывая бота. Асперс, взвод 6. 4-я оперативная рота. Доложитесь. Взвод номер 23. 52-я оперативная рота. Юнитор Сурф. Возвращаясь в расположение. Откуда ремонтный бот? Сержант неспешно исследует базу на своем коммуникаторе. Я выполняю работу по доставке этого бота в резервацию. Бот со свалки помогает интенданту в хозяйстве. Я думаю, что, наверное, надо сказать, что я помогаю интенданту в хозяйстве. Потому что, если я скажу резервацию, наверное, он меня его заберет. Вот как. Какое похвальное усердие. А вот у меня есть все основания подозревать, что этот бот краденая собственность администрации резервации. Как бы то ни было, я к этому не причастен. Понимаю, понимаю. У меня в базе числится три десятка украденных аппаратов такого класса. Как вы думаете, какова вероятность, что этот отремонтированный бот, столько что набитым номером, не принадлежит к их числу? Мы изымаем бота до выяснения всех обстоятельств. Сержант, неужели мы не сможем договориться? Ты вроде парень нормальный. Зачем ты этим занимаешься? Был бы другой патруль, ушел бы отсюда в наручниках. Ладно, давай поступим так. Одна тысяча и можешь идти. Хорошо. Бери бабки. Асперс пересчитывает талон и прячет их себе в карман. Свободен. И не забудь своего бота. Ну, почему я решил бабки дать? Я думаю, что это самое правильное решение, потому что... А где мой бот? Вообще, не понимаю. Я не понимаю, где мой бот. Ну, наверное, он... Наверное, он... Просто исчез, потому что... Не знаю, почему. Наверное, он будет потом. Очень хочется надеться на это. Так вот. Я не хочу начинать бой со своими коллегами. По-моему, это глупо. Поэтому я предпочел отдать им бабки. Был еще вариант отдать им бота, но это как-то неинтересно. А деньги есть. Тем более от возника. Возник на... Ну, хорошо платит. За... Не сложные, в общем-то, задания. Так что думаю, что я, наверное, правильно поступил. Только я не понимаю, где мой чертов бот. Мать вашу. Насчет того задания. А вот и твой бот. Зовут Молчаном. Все еще лучше, чем я ожидал. Ах, я цинковал. Шельма. Ты посмотри. Надеюсь, у тебя не было никаких проблем по пути. Места вроде хоженные, но мало ли. Были небольшие трудности, но я их успешно устранил. Вот как. Что ж, спасибо за проявленную ответственность. Как и обещал, скупиться не буду. А за беспокойство еще накину пару сотен сверху. Пару сотен. 3000. Ну, нормально, нормально. И вон карта УД еще дал. Отлично. Так. Так, 34, да. Я уже довольно прилично поднагрузился на самом деле. Давай посмотрим, что у тебя сейчас есть. Какой-то планшет. Более блатной, чем тот, который я только что купил. Модуль ИИИ. Ладно, неважно. Вот как мы сейчас поступим. Я отправлюсь к своему ящику. Выложу туда все внизу стервятника. Выложу лишние предметы, которые я не хочу продавать. Чтобы немножко разгрузиться. А потом я пойду на блокпост. Это мы уже будем делать в следующем видео. Надеюсь, дадут пострелять нормально. Так, что оставляем. Оставляем здесь вот это, эти батарейки. Непонятно, зачем они мне нужны. Чертеж системы охлаждения оставляем. Схему гранат оставляем. Эту оставляем. Я же все уже, по-моему, изучил. Сумка. Да, ставим. Противогаз. Непонятно. Пусть, наверное, будет. Грязная вода. Непонятно, зачем. Ткань убираем. Железные пластины убираем. Медикамерки убираем. Витамины убираем. У меня пока нет и рецептов никаких. Для этого. Так, патроны. Непонятно, на самом деле. Может быть, я их и получу. Так что, ну, походу, да. Озонова дыра. Мало весит, поэтому пусть будет. Физраствор я убираю. Так. Возьму одну флягу с водой и... Один сухопалек отдам. Карту пациента убираем. Теперь давай все сортируем. 30 единиц. Почему-то... Омбургер утоляет голод, но бреди здоровью. Так. Жажда. Убираем. Конденсаторы тоже непонятно зачем мне сейчас. Поэтому я их оставлю. Ну, остальное, наверное, можно взять. Так. Все сортируем и выходим. Еще я хочу поговорить с нашим ординатором. Смотреть, что у него там новое появилось. Рюкзак. Наверное, мог бы купить, но не хочу снижать урон. Почем? 3 800. По-моему, дорого. Тем более, что мне это сейчас не очень-то надо. 3 500. Все хорошее, но не надо. Обойдусь. Ну, все. Все. Сейчас сохраняюсь и пойду. В следующем видео мы продолжим продвигаться уже по основному квесту. Нужно отправиться на блокпост, там поговорить с Ярвой и получить от нее дальнейшие распоряжения. А у меня на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал, если этого еще не сделал. На мою кураторскую страничку в Steam, там я пишу обзоры. И до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok